вот эту ситуацию с ну скажем так если использовать все таки вашу терминологии с предательством захарова вы потом с мужем обсуждали у него какая оценка как же едем утром центр реабилитации и показывает премьера юно на 8 главной роли дима певцов это что за белиберда ну вот и сейчас болен и вот вели диму заткнулся замолчал положил сели машину я его везу на центр реабилитации ничего не выйдет почему не выйдет может каким-то на храни дима какой-то миша боярский не выйдет уже через выдвигается вперед глаза белеют корея почему не выйдет души не хватит ну прав той той силы энергетики той духовности какая была у него понимаете когда он выходил бы спас карден в париже да и он пел на там эту речку мурашках простуды это отмиралтейство и пиржу не утекли слезы и за начинал рыдать понимаете потому что там было много русских он через себя передавал им этот и санкт-петербург и любовь русского к своей земле и а в париже то есть в нью-йорке вы просто выносили на руках эти поставка да я умирает простой по хворобы и и вот от крики вопли они один там до французский хотел сказать слушай как ты играешь ты какой наркоту принимаешь чё ты чем колешься там все где я просто русский актер успокоишь понимаете они женщины приходили потом уже на третий раз на спектакль на они приносили бинокли полевые чтобы посмотреть что с ним происходит что происходит с этими матросами которых он гонял он же их специально сейчас проходит матросский танец и все понимали если сейчас глаза не будут на выкате они будут это танец матроски проходить десять раз ему надо чтобы это был с чужим этого выворачивалось что такое русский матрос и они это так делали так старались вот этот вот это вот мощи у всех этих актеров кто сейчас играет они поют хорошо они двигаются все замечать но этой мощи нет понимаете рыбников не зря писал это на фактуру коллина потому что тот выброс на тот энергетический запас который есть у коли это действительно редкое явление это редко такого актера и можно не поэтому жалко что он не сыграл достоевского мечтал об этом вы знаете профессия наша вот я всем повторяю вы не забывайте что вы человек а то что на кого вы выучились и ваша работа это ваша профессия и это конечно не отделимо это сливается понимаете и когда мы говорим что мы работаем в театре а театр репертуарная и нам наплевать на жизнь на болезнь актера то это значит мы наступаем себе на горло своей души а работаем на сцене душой вот и на михаловна когда я предложил марка анатольевич играть ссоре с другим актером а это спектакль глеба панфилова рассказал извините пожалуйста муж заболел другого и мне не надо и марк анатольевич снял этот спектакль никого не ввел мы поэтому подумали что хватит силы воли и на юнону но и но на на это спектакль который кормит театр это бренд уже созданы понимаете люди ходят смотрят потом включают и смотрят фильм с коли юнона 8 81 года понимаете они аналог и это соединяет смотрят и там понимают что то кто-то уходит со спектакль кто-то все равно слушает эту музыку это созданная из и именно кровью коли тоже создан он был и со режиссер у нас получилось первая часть нашей беседы посвящена в значительной степени линкома поэтому во второй части я все-таки построить больше поговорить про вас